Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, сегодня мы поговорим о том, что SEC подтверждает предложение XRP ETF, при этом может ли XRP достичь отметки 100 долларов в рамках такого предложения. Также мы поговорим о том, как новая стратегия Ripple ставит биткоин под прицел XRP и почему XRP может все-таки сместить биткоин с первого места по капитализации. И также стоит отметить, что за последнее время объемы XRP выросли на 40% на фоне нового иска от Ripple. Также мы поговорим о рынке криптовалют, поскольку действительно сейчас мы видим, что есть интересные движения на рынке. Теперь картина более понятна лично для меня. Давайте приступим. Что касается рынка криптовалют, то сейчас мы видим небольшую коррекцию. Она была ожидаема. Было ожидаемо, что перед тем, как мы обновим all-time high, мы сходим ниже 70 тысяч долларов, соберем стопы определенно и выбьем тех, кто встал в лонг на пробой отметки 73,5 тысяч долларов, грубо говоря, тот all-time high, который был достигнут в марте этого года. Соответственно, сейчас мы видим сентимент на рынке или атмосферу на рынке, настроение на рынке. Следующее, что все еще в нейтральном положении он стоит, поскольку участники рынка не понимают, что будет дальше. Также это понимание усложняет выборы, которые будут в США. Практически осталось 4 дня до этого события. И, соответственно, я считаю, что это задаст такой хорошей волатильности не только на рынке криптовалют, но и на фондовых рынках. Что касается, значит, биткоина, то по биткоину теперь картина понятна. Теперь, значит, биткоин у нас определенно будет идти наверх, но здесь я ожидаю, что 69 тысяч долларов в ближайшей перспективе мы увидим. Ниже мы уже не спустимся и скорее мы уже начнем восстановление. Поэтому я считаю, что, в принципе, даже несмотря на выборы США, то есть биткоин довольно-таки неплохую динамику рисует, несмотря на то, что альткоины не рисуют совершенно ничего. То есть они как находились на дне, большинство из них, так они в принципе и находятся. И вот, кстати, значит, ситуация и график с Иосом подтверждает то, что мы вообще видим за последнее время по рынкам альткоинов. То есть на самом деле вот картина такая, то есть накопление в 2022 году, также такой вялый боковик в 2023, но был какой-то там рост до доллара. Ну, в принципе, все то же самое у большинства альткоинов, которые мы, значит, с вами видим в топе. Что также нужно отметить, если мы будем смотреть на XRP. По XRP ситуация такая, что у нас есть зона поддержки, это 50 центов. Соответственно, здесь я считаю, что боковик XRP имеет место быть при восстановлении биткоина. Даже если биткоин восстановится, все равно XRP плюс-минус будет торговаться около 50 центов. И сейчас мы видим, что несмотря на нулевое положение биткоина, XRP вырос почти на 2%. Но это особой погоды не меняет. У нас есть сопротивление 53 и, значит, 55-56 центов. Чтобы изменить картину, нам нужно выбраться сперва выше 56 центов и пойти в район 66 центов. Наконец-таки попробовать окончательно пробой сделать уровня с закреплением. И это изменит ситуацию, изменит в пользу XRP и даже запустит новый бычий цикл. Пока что мы этого не видим. С ноября 2023 года мы так и не закреплялись выше отметки 66 центов. Что говорит о том, что действительно нам нужно это закрепление, чтобы дальше продолжить бычий цикл. Или начать его, скажем так, полноценный. Потому что для многих он еще не начат, поскольку доходность XRP по сравнению с 2022 годом, то есть он вырос, грубо говоря, на 70%. Она не устраивает многих. И, соответственно, здесь нужно ожидать, чтобы XRP пошел куда выше. То есть в рамках нового бычьего цикла альткоины в среднем, я считаю, будут давать по 1000%. То есть 1000% для XRP. И при текущей капитализации нужно отметить, что это будет примерно 290 миллиардов долларов капитализация XRP. Эта капитализация, кстати, более или менее вероятна и реальна. Почему? Потому что аж в далеком 17-18 годах у него эта капитализация на самом-то деле была. И поэтому на самом деле не была именно такая капитализация. Но отметка 150 миллиардов была. И, соответственно, я считаю, что в рамках того, что мы видим сейчас, то есть в рамках также того, что разбавили чуть-чуть токеномику, то есть она выросла по сравнению с 2018 годом, где-то там, я думаю, тогда была цикла примерно 35 миллиардов, сейчас 56. Ну, то есть, грубо говоря, в два раза, и то в два раза она не выросла, процентов 80. Но, тем не менее, погоды это не меняют. Почему? Потому что, в принципе, ранее я вам объяснял, и это говорил Дэвид Шварц. То, что у Stellar, значит, сделали, что они удалили, значит, ряд монет, то есть они удалили практически целое предложение. Они на 50% снизили циркуляцию, то есть у них была циркуляция, должна была быть 100 миллиардов XLM, но они ее снизили до 50, но это роли не сыграло. То есть XLM, в принципе, как себя чувствовал не очень, так он и продолжает это делать. Сейчас его цена там 9 центов, то есть как ни посмотришь на самом-то деле, да, то есть его цена всегда 9 центов. И если мы будем смотреть, значит, детально график, то там с 2022 года монета там как была 8, ну и почти 9 центов, такая она осталась. В этом плане XRP действительно вырос на 70%, 80, поэтому можно считать, что это поощрительно. Здесь на графике на самом деле мы видим, что в 2018 году его цена была 70 центов и мы видим, что в 2021 году была практически та же цена на, значит, all-time high. И такой напрашивается вывод, что такое ощущение, что это двойная вершина. То есть и причем у многих таких альткоинов, у старичков подобный график есть, он присущ. И это немного, скажем так, убивает, убивает веру в то, что альткоин когда-либо восстановится, потому что когда делают такую манипуляцию, когда цену не ведут наверх, то есть ее просто даже, ну то есть рынок криптовалют от колена в 2021 году был сильнее, нежели он был в 2018 году, потому что было больше денег на рынке криптовалюты, но это не дало права XLM обновить all-time high. И вот те монеты, которые не обновили all-time high, то есть за них действительно очень страшно. Особенно вот здесь мы видим, что здесь вот тупо двойная вершина, поэтому на самом деле повод, конечно, задуматься, но я считаю, то есть технически, да, то есть даже если такую картину вы смотрите, технически это не всегда правда, зачастую бывает, да, но теханализ говорит, что когда такая штука рисуется, такие две вершины, то в принципе проект умирает. Но тем не менее, что также нужно отметить, что всех подтверждают предложения XRP и ETF, при этом, а вчера мы, кстати, с вами говорили, то что Digital Large Cap Fund компании Grayscale выделил небольшой процент своей стоимости в XRP, при этом биткоины и эфириумы составляют основную часть будущего ETF, также мы еще раз с вами говорили о том, что они также подали на Litecoin, а также и в принципе это может быть оптимистично для Ripple в долгосрочной перспективе и даже проложить путь к созданию специального ETF для XRP. Также стоит отметить, что здесь официальное признание всех подтверждения заявления Grayscale означает, что теперь он запрашивает комментарии от заинтересованных сторон, включая другие компания, другими словами, он начал процесс рассмотрения заявки Grayscale, в результате которой ее Digital Large Cap Fund, стоимость которой в настоящее время оставляет чуть более 540 миллионов долларов, станет ETF и это довольно-таки очень серьезная новость, она стала известна вчера, вчера я вам о ней говорил и сейчас мы имеем ее окончательное подтверждение в СМИ, но я считаю, что это все будет после того, как произойдут выборы в США. Также стоит отметить, что назначает новая стратегия Ripple, ставит Bitcoin под прицел XRP, каким образом? Дело в том, что Ripple расширила свое присутствие на рынке, ориентируясь на депозиторную историю и индустрию стоимостью 20 триллионов долларов. XRP также остается устойчивым, несмотря на недавние спады, юридические проблемы SEC и растущий институциональный интерес намекает на потенциал XRP за пределами криптовалюты. Поэтому, так или иначе, конечно же, если будет токенизация в мире, да, и компания Ripple будет принимать в этом прямое участие, если, в принципе, здесь у нее все будет хорошо в январе 2025 года, поскольку приближается крайний срок рассмотрения апелляции, конкретную дату, кстати, я вам назову, то я считаю, что у XRP действительно будет успех, и он будет в 2025 году. В этом году я ожидаю, что мы можем увидеть, то есть XRP около доллара в рамках начавшегося бычьего рынка криптовалют. Если мы смотрим ковидные времена, да, то есть потому что в конце 20-го года начался рынок криптовалют, значит, прошлый бычий рынок, да, то мы видим, что, то есть конкретное начало для альткоинов, ну, то есть тут эфириум начал расти, он, значит, начал расти конкретно тут 20-го декабря, и уже пик, ну, почти пик мы видели в мае, то есть я считаю, что с декабря и в этот раз по, там, май, возможно, середина лета мы увидим рост, значит, альткоинов, но, как правило, кстати, многие из них растут очень быстро, то есть параболически и спускаются, поэтому я бы здесь не надеялся на то, что, там, альткоин будет расти в осенью, если он показал какой-то рост, например, весной, потому что очень велика будет вероятность просто опять засесть в рынке криптовалют, поэтому я считаю, что здесь нужна определенная стратегия, сколько процентов вы хотите забрать с этого рынка, да, что хотите купить, обналичить эти деньги, да, или вы хотите купить больше биткоинов и так далее, То есть, здесь определенно нужно вырабатывать стратегию, потому что, например, в прошлом бычьем цикле я заработал на альтах, а когда биткоин спустился около 17 тысяч долларов, я его выкупил. И, соответственно, это есть в Телеграм-канале, пост, возможно, где-то я здесь его приложу, чтобы вы увидели. То есть, я всем говорил, что нужно покупать биткоин, и мы купили практически на самом дне его. То есть, я из русскоязычного сегмента, я вообще не знаю людей, которые так делали. То есть, на самом деле, одни инфо-цыгане, которые говорили, что так делали, но никаких ни постов, ни ордеров, ничего на самом деле нет. То есть, на самом деле, можно сказать, что я триллионер, но не подкрепляя это постом или ордерами, это все просто фуфло, скажем так, мягко говоря. Что также нужно отметить, что значит, филюционный суд второго округа вынес постановление, согласно которому СЕК-заявление должно быть подано не позднее 15 января 2025 года. Поэтому 15 января – это новая дата в деле Ripple против СЕК. Поэтому я считаю, что здесь нужно будет также следить в оба, как говорится, потому что это все совпадает с началом бычьего цикла полноценного, и 15 января 2025 года – это, на самом деле, то время, когда, я думаю, что уже альткоины неплохо так подрастут. Ну, по крайней мере, большая часть из них вполне себе там на 100% вырастет. Что также нужно отметить, что если мы говорим про какие-то глобальные цели, то получается, что мы сейчас на дне, это очевидно, и мы на дне уже там 945 дней, скоро будет 1000 дней, как мы на дне с 2022 года. И получается, что сейчас, то есть первая цель, которую мы можем увидеть – это доллар 10, доллары 10 центов, это вполне компромиссная цель, это вероятная цель, это цель, при которой многие могут выйти без убыток, если кто-то засел и так далее. Далее у нас цель 350, это значит all-time high XRP. И если пробивается all-time high, то мы вполне себе можем увидеть район 17 долларов за Ripple XRP. Ну и, наконец, в РФ начал работу реестр майнеров, и вступило в положение создания реестр майнеров, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы. Понятное дело, что если речь идет о каких-то глобальных масштабах, то это новость только для тех майнеров, которые действительно глобально этим занимаются, имеют хорошие мощности. Но те, кто там себе майнит тихо дома, там одной фермы, ну максимум там три фермы, то на самом деле этих лиц, как говорится, это не касается. Ну и подводя итоги, что можно сказать, то что рынок криптовалют сейчас у нас испытывает на самом деле нервы инвесторов, трейдеров, но здесь в принципе все понятно, то что для обновления all-time high нужно как-то разочаровать толпу, поскольку толпа уже настроена на то, что вот биткоин сейчас готов обновлять all-time high. И поэтому я считаю, что здесь нужно немного будет подождать, и после этого в принципе мы увидим рост. Ну и также, конечно, не последнее слово скажут выборы США, которые состоятся через 4 дня, поэтому на них тоже нужно будет обратить внимание. Я думаю, что в следующей неделе мы увидим там некое падение, а биткоин может еще в рамках вот этих, грубо говоря, двух дней вырасти еще выше, но затем опять скорректироваться, но потом уже пойти откровенно выше и далеко. Ну а с вами был Криптовалют, всем ночью, пока и до новых встреч.